Легкое движение пальца и на интерактивном панно высвечиваются детали ракеты, сделанные на отдельно взятом заводе. 16 предприятий со всех уголков Советского Союза были эвакуированы в Куйбышев во время Великой Отечественной войны. Именно тогда, более полувека назад, в столице региона было положено начало эре космических технологий. На выставке, посвященной 70-летию Победы, истории жизни великих конструкторов и инженеров, подробный чертеж ракеты и интерактивная экспозиция. Идея проекта, говорят в музее, возникла как ответ на излюбленный вопрос посетителей. Любой обыватель, заходя в наш музей, любого уровня, любого возраста, первый задает вопрос, можно ли попасть внутрь ракеты. То есть мы рассказывали, ну вы понимаете, что такой объект красивый на улице, он не может не привлечь внимания. Мы рассказываем, что это внизу топливные баки, первая ступень, вторая, третья, то есть, ну и только наверху полезная нагрузка, до которой добраться на самом деле невозможно. Какими были заводы и предприятия у истоков космической эры, благодаря чему Самара получила статус космической столицы и даже каким образом ракету привозят на космодром? Для посетителей все тайное в один миг становится явным. Музей современный, выставка живая, экспозицию периодически будут менять и дополнять. Музей созрел уже до того, что мы можем в интерактивной форме вот здесь показывать уже каждого лауреата, каждого директора завода, рассказывать. И это очень хорошая провокация. Вот сегодня, когда открывали, директора заводов здесь были, и каждый говорит, а вот здесь надо пополнить. Каждый хочет пополнить. То есть, вот современные технологии позволяют пополнять эту историю. На новой космической выставке порядка 20 экспонатов. Теперь зритель не только слушатель, но и непосредственный участник диалога. Увеличивать и уменьшать чертежи, переключать тумблеры. Интерактивная экскурсия станет увлекательным путешествием для людей далеких от звезд. Все задачи были решены комплексно. И дизайн здесь, и интерактивные экспонаты, и обычные экспонаты дополнились какими-то интерактивными пояснениями. Стать ближе к звездам и космическим достижениям легко, уверяют в музее, достаточно одного легкого движения. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.